Приветствую всех на канале Волк Варгеймс, это Военные Игры с Волком. Сегодня в программе Мир Оружия, Вортл Гэнс, мы разберем очередной вид огнестрельного оружия. Программа эта будет перезапись неудачного ролика, который не вышел по техническим причинам. Так, сейчас, где этот у нас? По-моему, даже открыть его успел в тот раз. Сейчас дойдем до него, доберемся. Так, 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 так. А, нет, вот. Это модель из 1930 года, винчестер, модель 21. К сожалению, уже был ролик готов, должен был быть выложен позавчера, но произошла такая неприятность. Под конец записи игра заглючила, в общем, и смазался режим рентгена. Конечно, функционирование оружия не удалось ничего сделать. Потом я узнал, что это выходило небольшое серверное обновление, как раз вот в эти 10 минут, которые мне не удалось вложиться. И пришлось ролик выбрасывать. Так, ну, вот таким вот образом это оружие выглядит. Это охотничья двустволка. И некоторые факты, конечно, меня поразили. Сейчас мы их зачитаем. Внешний вид этого оружия. Действительно симпатичный, я считаю, образец. Так. Итак, винчестер, модель 21. Это классическое огнестрельное оружие, которому, как идолу, поклоняются любители охоты или поборники самообороны. И сегодня не теряет своего значения. Выверенная десятилетиями конструкция, как правило, настолько идеальна, что улучшить и модифицировать ее практически невозможно. И уж, конечно, убежденный охотник уверен, что на свете ничего не может быть лучше знаменитых европейских марок. Но только за одним исключением. Классического американского ружья винчестер модель 21. О его истории мы поговорим. Эта двустволка была разработана в 1920 году, так что скоро отметят свое столетие. А в массовое производство ее запустили в 30-х годах прошлого века. Надо сказать, что изначально это оружие было предназначено для покупателей с небольшим достатком. Но сейчас оно ценится всеми знатоками и коллекционерами. Доказательство тому – титул самого дорогого ружья Америки. Цена стартует от 20 тысяч долларов. И первые позиции в ежегодных мировых каталогах лучшего оружия. Коннектикут, Шотган, Мануфактур, Компани, модель 21. Именно под таким именем эта двустволка неизменно год за годом попадает в первую десятку. По утверждениям экспертов, секрет популярности этого ружья прост в буквальном смысле. Его прославленная надежность объясняется как простотой конструкции. Похожие европейские модели пестрят изящными болтами и затворными механизмами. Устройство американского винчестера очень незамысловатое. Спаянных соединений там нет, в основном все крепится на шарнирах. А ствольная коробка соединяется с прикладом всего-то одним винтом. Когда крепежных элементов мало, то и конструкция расшатывается по минимуму, сколько бы лет ее не пользовались. Застоинство такой простоты оценили лишь в 1960-х годах. А чтобы подтвердить высокий статус самой надежной двустволки, фирма Оливера Винчестера, принял участие в испытаниях на выживание. Ведущие мировые производители предоставили свои самые лучшие модели оружия. Каждому ружью предстояло сделать по 2000 выстрелов разрывными патронами. Оружие эксплуатировалось но бой. Лучший английский образец сошел с дистанции на 89-м выстреле. А винчестер модель 21 финишировал в гордом одиночестве. Причем даже после 2000 выстрелов он был в достаточно удовлетворительном состоянии. Вот такая вот интересная информация о данном ружье. Так, ну, шотган. Так. Шотган, хотя вообще-то шотган, по-моему, как дробовик, да? Ну, здесь есть возможность стрелять дробовым патроном. Вообще, как бы это охотничье ружье, можно сказать. Так, страна-разработчик Соединенные Штаты в 1873 году был разработан. А мы будем иметь дело, видимо, с модификацией 1930-го года или модели, просто выпущенной в 1930-м году. Так. Производится на заводе Винчестер Repetting Arms Company. Ну, производился, я так понимаю, с 1930-го по 1961-й год. Было выпущено 30 тысяч экземпляров. И, в принципе, это немного, я считаю, да? Если такой популярностью бешеное оружие пользуется. Патроны, применяемые для стрельбы, это патроны 12-го, 16-го, 20-го, 28-го калибра и 410-ый... Вот, не знаю, что это значит. Боры и гэ-гэ-гэ-гэ-гэ-гэ. Как-то так. Так. Ну, ружье переламывается, ну, как классическая двустволка, для того, чтобы перезарядить ее. так давайте сейчас 36000 очков опыта она занимает ну давайте ладно сразу и разблокируем так ну вот как видите у меня уже то есть я все это проходил видите то есть вот и если на функционирование не засчитался потому что вот именно в этот момент сервер начал загружать обновления и к сожалению потому что игра все сервер скачивает для каждого операции но хотя открытое оружие можно скачивать уже себе на компьютер но только открытое так и поэтому мы идем с самого начала с неполной разборки хотя это все я уже видел и проговаривал ну вот собственно ружье переламывается или перезаряд сразу скажу что это ружье вот как раз винчестер модель 21 это одно из основных видов оружия в игре мафия по крайней мере первые части в обоих ипостатях которые здесь нам будут представлены это вот классический длинноствольный вариант двустволка там она чисто дробовыми патронами стреляла так потом значит будет вариант с укороченными стволами и длинным прикладом и вариант обрезанный приклад в общем как он там обрез по-русски это обрез называется кулацкий двуствольный так значит несмотря на то что было заявлено что оружие крайне простое при полной разборке мы в общем то этого не увидим что интересно так а вот неполная разборка у нас состоит из 8 операций из 8 операций так и для начала мы снимаем у него цевьё вот здесь такая подвижная клавиша да то есть мы ее отжимаем каким-то образом и не отвинчивая болтов она цевьё у нас отсоединяется то есть механизмы этого я не очень понимаю поэтому порать не буду так теперь мы спусковую скобу которая нас вот на одном винте действительно держится здесь она проворачивается и вынимается так и теперь у нас снимается блок стволов то есть проворачивается но вот до шарнир как вы видите вот этим как бы рычагу рычаг поворачиваете право и перекрашиваете блок стволов и он снимается вот с этого шарнира здесь вот здесь зуб такой должен быть но мы его здесь и видим вот он зуб которому держится так еще четыре операции да так 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 что я подзабыл что там еще раз сделать а подсказы как видите уже и нету потому что я это проходил но я это уже не помню так так да точно до пусковой механизм с тремя болтами и все собственно мы не полную разборку оружие закончили вот так выглядит не полная разборка мейчестера двадцать первой модели классическая принципе двустволка да так по большому это счетам так поэтому и начинку все собираем назад вставляем так назад спусковую скобу фиксируем блок стволов вставляем смотрите вот видите ну здесь принципе все понятно то есть зуб шарнир этот входит и здесь замыкается вот этим рычагом получается и присоединяем и цевьё и оружие у нас собрано так очков не начисляет да вот видите выполнена повторно запада повторно только до так 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 и переходим к полной разборке винчестера так снимаем цевьё сейчас поближе приблизимся 80 деталей нам надо обнаружить в данном виде оружия так есть мы сразу давайте раз ее сняли сейчас мы его и разберем так что тут у нас снимается снимается тут у нас к сожалению название тут на английском будут все по моему да снимается болты так сняли так и теперь вверху там начинка у нас а нет все это просто деревяшка в общем остается так здесь у нас снимается сложно сказать что это так здесь дальше так сейчас один момент так дальше ну здесь в принципе все понятно где тут насосе вынимаем у нас райт эжектор хаммер здесь отдельно здесь то же самое здесь сдвоенные то есть ствола два поэтому для каждого свои тут ударник эжектор про него выбрасывать не выбрасывать не выбрасывать так двойной комплект вообще с охотничьим оружием трудно про него говорить потому что я про него вообще ни черта не знаю так вот здесь вот у нас вот мы светлым видим райт эжектор левый эжектор правый левый эжектор это сюда стоит вот видите вырез такой сюда за крайной гильзы цепляется и когда ружье переламывается вот эти места чуть-чуть вытягивают гильзы и ствола и чтобы можно было их подцепить рукой и извлечь так здесь мы оператор ствола так подожди пружинка какая то вы должны быть нет что три дня прошло я уже что то подзабыл что то к чему у нас подожди где то тут сейчас должно быть снизу так не понял вот 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 этот замыкатель который нам не дает вытащить эти эжекторы так раз и два все со стволом мы по моему покончили так теперь давайте спусковая скоба у нас вынимается вынимается теперь мы вынимаем вот это все дело так и пикируем сейчас мы на на ударно-пусковой я так понимаю ну по крайней мере его важнейший элемент так это тяга я так понимаю да наверное так здесь у нас два спусковых крючка правый левый соответственно для правого левого ствола ружье в общем винтовкой заметьте называть его нельзя потому что это ружье оно гладкоствольное а винтовка в принципе оно от слова винт то есть винтовая нарезка ствола так здесь вынимаем вот эти клыки такие за которые так понимает цевьё на них насаживается так это у нас вынимается после того как мы тут все вытащим так приклад по моему да да снимаем приклад так на прикладе у нас есть затыльник с двумя винтами и как видите у нас здесь пустота для облегчения веса так так здесь у нас кнопка предохранителя разобрали ее так так теперь смотрим что у нас здесь имеется так 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 ну-ка по-моему тоже снизу надо глянуть сейчас а да 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 так здесь у нас пружина да right спринг непонятно как это перевести так а стоп назад 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 вот этот элемент так так ну когда снизу очень не всегда неудобно смотреть так сняли теперь у нас занимается right с с пружинами так так здесь идентично сняли и крепится но поскольку на такой цилиндрике массивном то его тоже так теперь что у нас вынимается рычаг так остается у нас три детали так остаются у нас две детали где же они у нас тут есть так 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 на чем я там прокололся в прошлый раз я вот не помню на чем-то тоже так прокололся вот на чем здесь разобрано так где-то я тоже что-то забыл так и по-моему какую-то мелочь я даже думаю в чем интересно когда потом видео просматриваешь свои но для того чтобы понять как оно получилось через какое-то время вот такие вот несуразности да когда ты что-то забыл они потом как правило их на экране видишь но и часто мысль возникает вот как ты мог пропустить я сейчас на экране это вижу а ты тогда смотрел и не видел что бывает такое так давайте наверное я сдаюсь для того чтобы видео не затягивать вообще я прошел к выводу что надо побыстрее как это все делать а нет я все таки нашел все есть 80 деталей успешно разобрали модель 50 очков за повторное так переходим к сборке так 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 давайте сначала со стволом начнем со стволов так ну здесь понятно они такие как половинки раз 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 здесь в принципе вопрос наверное никаких не будет так теперь туда вкручиваем так и здесь вот еще такой так так все со стволами мы разобрались так давайте наверное сейчас мы цевьё все полностью соберем так как вот собирать так так вот отскакивания вот эти дурацкие мне вот не нравится так так есть все цевьё в сборе готово затыльник привернем так за что же здесь у нас хвататься то так давайте цилиндр сюда вот отставить за прыжки так очень хорошо что здесь нету опции когда можно неправильно собрать иначе тут вообще головоломка получилась так так это рано это явно рано так ну вот я помню что мы вот вот это вот сюда извлекли последним поэтому сейчас оно логично должно занять место первым так вот как то так да так теперь ну как курки да наверное что с ударниками как его назвать корректно вот они здесь высовываются и разбивают капсуль патрона ну здесь да здесь вот взвод курка да курок ударник на курке непосредственно вот здесь вот да ну в принципе кто охотничье оружие видел то в принципе понимает как оно работает более-менее так так уже можно да и эти наворачиваются у нас пружина в принципе достаточно просто по-моему так давайте все таки немножко вид снизу так что там сотворить то так вот так вот вот как то так вот как то так вот как то так на место и уже можно и за это дело так сделали так здесь спусковые крючки поставим на место на место в таком вот виде так ага без приклада оно не хочет ну ладно не хочет не надо так поставим приклад на место все это мы поставили блок стволов на место и цевье на место все собрали мы оружие готово так так следующая опция у нас это игра сейчас мы попробуем повторить то что сделали так так дай чтоб чем так это мы сняли так теперь у нас есть справимся так давайте ствол так левый правый есть отлично так теперь есть приклад давай зато не приклада готово готово так теперь смотрим вниз не забываем так и вынимаем вот эти вот элементы пружинку долой аналогично и все справились за 2 минуты 43 секунды начинаем сборку так это есть где тут этот где он терялся вот он в прошлый раз тоже затруднение с ним было он так далеко отскакивает что теряется из виду все сразу обе да встали на место так это у нас есть на место так вроде здесь мы справились ну вообще казалось что сложнее вот когда я в прошлый раз я это делал мне показалось что сложнее конструкция здесь я уже больше логичность такую вижу в прошлый раз я подумал ну ни черта себе легкая там конструкция как представлена сейчас думаю да крайне мере некоторые из последнего десятка так скажем образцов автоматов которые которые я рассматривал они конечно поразили своей так скажем конструкцией явно непростой мягко говоря так давайте назад так далее на место на место по времени не уложились надеется что несколько секунд хватит все собрали мы оружие за все так 241 сборка все вместе 5 минут 24 секунды вот и переходим естественно функционирование оружия последние наши опции ну вот в прошлый раз вот здесь этого окна вообще не было так только строчки сообщения о ошибках были и все больше ничего не было итак ну вот собственно наше ружье сейчас мы посмотрим как оно в принципе работает а потом по традиции посмотрим что с ним можно делать так предохранитель у нас вот это клавиша предохранителя мы сдвигаем вперед и соответственно режим предохранения то есть ничего мы не выстрелим случайно сдвигаем назад появляется кнопочка надпись fire ну это означает что мы можем стрелять и если есть патрон при нажатии на спусковой крючок у нас произойдет вот таким вот образом выстрел раз два так перезарядка оружия у нас осуществляется вот таким вот образом раз раз достаточно просто без всяких так 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 ну давайте будем смотреть включим мы рентген ну вот вот рентгеновский режим первый ну сразу мы видим патроны снаряженные дробовым зарядом то есть это дробь это порох это капсуль ну тут в принципе вообще все ясно поэтому комментировать смысла нет никакого давайте просто посмотрим в замедлении давайте десятикратно сейчас разочек сделаем огонь тащим спусковой крючок сначала один правый вот таким образом быстро происходит и мы видим что 50 крат здесь просто вообще нафиг не нужен и второй два выстрела мы сделали перезарядка давайте сейчас замедленно посмотрим то есть рычаг мы сдвигаем в правую сторону освобождается у нас блок стволов который перекашиваем вот таким образом гильзы приподнимаются эжектором мы их вытаскиваем вставляем новые патроны и на исходную и рычаг поворачиваем в левую соответственно сторону я не знаю он автоматически или нужно пальцем это делать этот момент прояснить невозможно так ну все достаточно я считаю просто бах первый полетел второй полетел и сдвигаем замедление замедление на два так перезарядка замкнули так что нам дает второй а второй надо было сначала сеть посмотреть ну ладно нам здесь курки как раз показывают хотя в принципе это очевидно ну вот в таком положении я так понимаю при заряжании не сразу наверное ну вот как-то сразу встают в взведенное состояние да получается так перезарядка мы опять готовы так третий рентген на тягу показывает так ну давайте сейчас полностью посмотрим как оно работает сейчас 50 кратно еще раз вернем огонь нажимаем полетела полетела так ну очень медленно блин очень медленно да здесь 50 кратно вообще не нужно так вот давайте двоечку вернем ну на самом деле тут еле движется перекос ствола назад на место поставили вот таким образом так выключаем замедление так и четвертый режим ну вот четвертый со стволом непрозрачным получается ну вот так вот положение да здесь положение можно гильзы посмотреть ну вот видите да этот момент то есть эжектор вытаскивает гильзы чтобы их можно было зацепить и вытащить вот таким образом так ну в принципе с рентгеном я думаю нет вопросов особых нет так снимаем рентген все здесь мы посмотрели и давайте разрезы включим так ну вот ружье у нас в разрезе давайте поплотнее наведемся здесь вот так вот выглядит так и здесь опять замедлением выстрелим 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 так и вторым номером а второго нам здесь не покажет понятно ну перезарядку мы тут только посмотреть надо так замедление включаем замедление все справились я считаю так разрезы мы закончили кликнуть спрятать еще посмотрим сейчас режим здесь положение что тут еще можно снять для наглядности неплохой режим все отработали мы этот режим так ну и в принципе все да что мы могли сделать мы сделали давайте посмотрим какие варианты нам предлагаются помимо классического длинноствольного и длинноприкладного такого варианта значит есть вариант у нас укоротить ствол для этого нажимаем вот эту кнопочку снимаем цевьё снимаем ствол берем другой ствол переножевкой обрезаем как в фильме брат показали вот кстати там интересно с чем он был уже там обрез на месте насколько я помню приобрел ну вот такой это уже уже больше такой либо самообороны действительно либо для наоборот в общем вы понимаете варианте вариант обрез такой с обрезанными стволами рентген наверно нет смысла давайте просто сейчас без подробности его в рентгеновских лучах посмотрим но вот так выглядит в усеченном варианте так и разрезано разрезу настолько для коротенько хотя здесь у нас интересно глюк так вы смотрите осталось мушка интересно глюк сам запутался на так ну давайте сейчас корот длинный ствол и приклад ну вот такая рукоятка получается у нас такой уже чисто испытать вода испытателем я тогда не добрался до испытателей за отказа сервера так ну вот такой вот вариант получился чудной достаточно а и видите вот глюк со стволами сейчас надо выходить чтобы не справиться так вернемся с короткий ствол чтобы получился гармоничный такой кулацкий обрез но вот она собственно у нас есть так она выглядит ну по мафии я думаю все с ним сталкивались с этим с обоими вариантами длинного и короткого но вот таким вот образом я думаю в рентгеновских лучах можно посмотреть так ну разрезы тут а ну это вот такой вот вариант уже дура такая длинная с укороченными так ну все я думаю мы познакомились с оружием обращение я думаю действительно не особо сложно и овладеть им под стать на любом человек все-таки выходим отсюда спасибо винчестер так но это ему которое на настоящем образце хорошая картинка хоть и не обои но ничего такая симпатичная так все друзья выходим отсюда и теперь винчестер модель 21 у нас гордо числится среди пройденных так ну а следующий выпуск у нас будет посвящен другой стороне исторической линейки так тар 21 мы прошли так и следующий выпуск у нас будет о немецком пистолет-пулемете из 2001 года хеккер кох мп-7 машина пистоли так он будет у нас сколько 139 ну значит это из новеньких моделей наверное должны быть хорошей текстурки но посмотрим так это будет следующий выпуск ему посвящен а через один через один мы займемся швейцарским карабином предвоенным 1933 года модель карабинер модель 1931 посмотрим на него но по виду он конечно может напоминать достаточно сильно посмотрим что у него внутри это ближайшие планы на два следующих выпуска дальше я не загадываю так все давайте мы выходим ну на этом кому видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии вступайте в группу вконтакте с вами был волк всем спасибо за просмотр всем пока